Есть ли место женщинам в структуре МЧС? Однозначный ответ знают в пожарно-спасательной академии. В 2013-м здесь впервые набрали 11 девушек на должности курсантов. И вот пять лет спустя красавицы-лейтенанты готовятся к защите дипломов. Катя о погонах мечтала с детства. В ее семье делу спасения человеческих жизней посвятили себя и папа, и дед. За годы обучения не разочаровалась в профессии. Если бы нужно было выбирать снова, не задумываясь, подала бы документы сюда. Наверное, сложно было привыкнуть поначалу к такому режиму дня, к новому распорядку, к новой обуви. Берцы – это все-таки такая не для девушек обувь, например. Самое сложное – это было привыкнуть к распорядку дня, к новому. Конечно, в огонь этих красавиц никто не пустит. Им предстоит работать в штабе, обрабатывать сообщения о пожарах и направлять на ликвидацию силы и средства МЧС, координировать спасения. Девочки разъедутся по всем субъектам. В Иваново они приехали из Башкирии, Владимира, Рязани и Пензы. Самое сложное, наверное, было это, когда твои все ровесники красятся, ходят на каблуках, а тебе приходится в берцах, не накрашенные, топать с косичкой. Я не знала, с чем я могла бы столкнуться, но все тяготы оправдались. Теперь у меня на плечах звезды, есть куда стремиться. Никаких скидок по полу для курсантов не было. Также поступали по общему конкурсу, сдавали нормативы, бегали наравне с мальчишками, жили в кубриках в спартанских условиях. Ни картину на стену повесить, ни цветочки в вазочки поставить. Кафу должна быть вот такая форма, это, например, парадная. Они должны находиться все в одинаковых чехлах, потом находят спортивная сумка с спортивными вещами, противогаз обязателен и шапки. Тут лежат шапки у всех однообразно и здесь личные вещи. Потом в находятся средства личной гигиены и учебные принадлежности. Косметику и всякое такое прочее нельзя, надо бы именно в сумках хранить, чтобы никто не видел. Никакого макияжа, каблуков, коротких юбок, лака на ногтях, причесок и даже сережек. В пожарно-спасательной академии будущих девушек-офицеров держали в черном теле. Для руководства академии это было некоторым испытанием, потому что необходимо было, конечно, создать какие-то условия все равно необходимые. Но, в принципе, девчонки проживание не отличалось. Они жили в таких же кубриках, комнатах по два человека. Тот же самый распорядок дня. И я скажу, что они не хуже, чем ребята справлялись с этими трудностями. А по обучению, я думаю, даже, что это немножко подстегивало. Каждая девушка здесь к таким лишениям относится с юмором. Говорит, благая цель спасения человеческих жизней с лихвой окупает все. Ольга в Иваново приехала из Пензы. Там ей посоветовали вуз как образцовый. И не обманули. Сложность, наверное, больше состояла в том, что помимо учебы надо совмещать служебную деятельность, физические нагрузки. Также я была и в самодеятельности академии. Но желание было достойно освоить данную профессию. И приходилось совмещать, немножко недосыпать, но при этом пришла к своей цели добилась ее. Девушек на должности при погонах в Ивановскую пожарно-спасательную академию набирали всего трижды. Но опыт считают удачным. Учатся девочки прилежно, с задачами справляются успешно, наравне с мужчинами. А психологически так и вовсе выносливее. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.